Это интересно наблюдать, но в то же время довольно скучно. И это не дает особенной пище для того, чтобы интересующую меня темой, детскую иллюстрацию, как-то осмыслить, найти какие-то инструменты для анализа ее существования в ту эпоху. А эпоха, это, конечно, отличается от 20-х и 30-х, и картинки отличаются. Я, наверное, все-таки уже перейду к более-менее специальной части и скажу несколько слов о книге, которую часто вспоминаю в связи с периодом застоя, эта книга Алексея Юрчака, замечательное название. Это было у нас всегда, пока не кончилось, она вышла на английском языке в начале нашего века, а на русский самую недавно была перевезена, ну так лет 10 назад. И эта книга, ну она, это про классическое исследование человека, который жил в ту эпоху, преподает он в настоящий момент и занимается исследовательской работой в Америке. Не то, чтобы там какие-то откровения в этой книге есть, но, по крайней мере, я, как и многие, кто думают об этом времени, столкнулся, как мне показалось неким инструментом, о возможности которого я сам думал. Как оценивать это время? То, о чем я говорил в самом начале, вот это бесконечная роза, обвинение кого-то в том, что, например, совок или либерал-проклятие, это все, что Юрчак отвергает с самого начала, как неподходящее для анализа, ну такие оппозиции, он их называет бинарными оппозициями, довольно распространенных взят, для анализа времени, о котором он говорит, это не годится научного, антропологического, потому что это неизбежно ставит нас на какую-то из сторон, а ученый все-таки должен находиться или исследователь где-то хотя бы в стране или сверху, ну хоть как-то из какой-то точки наблюдения. И ко всему прочему это имеет прямое отношение к предмету моего интереса, к детской иллюстрации, потому что когда я думаю о детской иллюстрации, я всегда ломаю себе голову. Если мы находимся в прямой этих оппозиции, как мы ее оцениваем? Как что-то, что развивалось благодаря идеологии и так называемому режиму? Или вопреки? Потому что здесь аналитическая парад ломается. Иллюстрация-то хорошая, я думаю, что вы со мной спорить не будете. А если они хорошие, а если они плохо, значит, они вопреки, они благодарят. Но изучение многих фактов подтверждает, что они благодаря, а не вопреки. Ну, в общем, упускаю очень многие умные слова, которые Юрчак приводит в свои книги. Действительно, если вам не очень скучно, ну, я не могу сказать, что вам очень наукообразно, думаю, что вы даже если любите гораздо более развлекательную какую-то литературу и более легко написанную, она не заставит вас скучать. Но, тем не менее, там предлагаются всякие термины. Там, например, он предлагает перформативные высказывания взамен констатирующих. Но если объяснять это слишком просто и грубо, как я сейчас хочу, да, таким приземленным обугадинским языком, он, конечно, подводит очень многое к длинниитрой мысли, что эта эпоха под названием «Застой», полная парадоксов и сама по себе представляющая некий парадокс, это время, в котором многое сосуществовало в каком-то странном единстве. И многое из того, что нам нравится, уж кое-скоро, ну, не знаю, надеюсь, что у меня не самый плохой эстетический вкус, мне, например, нравится почти все, что было сделано в детской днике, по крайней мере, оно существовало вот в таком, как теперь говорят, режиме, когда нужно, и многое в жизни, да, многое, вот цифру начинать свою книгу вспоминать, но с того времени все-таки не с гневом, да, не с благодарностью, а скорее с благодарностью. Много было человеческого. Вот это человеческое, эти какие-то элементы свободы, которых было на самом деле не так мало, они существовали благодаря этой утинизированной и формализированной абсолютно идеологической жизни, которая пронизывала все. И в этом один из главных парадоксов эпохи, именно из-за того, что эту повсеместную формальную идеологию воспринимали как именно что-то формальному, это позволило очень быстро этой идеологии схлынуть и сломаться на вовне этих перемен перестроечной эпохи. Просто это разлук, как будто сдуло, хотя казалось, что это будет вечно. Вот один из самых главных парадоксов, это было навсегда, пока не кончилось. Но возвращаются к этому времени в наши дни довольно часто, в интернетах бесконцально не ускорят, как и во всем советском. Была сравнительно недавно ушумевшая, опять-таки, не знаю, насколько в общественной и социальной жизни, но, по крайней мере, в интернетах точно выставка «Не навсегда», название которой отсылает как раз Кирилл ЧК, там было выставлено взрослое искусство эпохи, застоя, которое представляет собой довольно странный, но трудно назвать это соцреализмом. Соцреализм, как и многие термины, и многие штампы и клише, включая само слово «застой», все время ломается. Вот какой-то странный соцреализм стал появляться в 70-е, с какими-то оттенками созерцательности, статичности, мистического какого-то настроения, ну, с отсылками к искусству Ренессанса. Самое, наверное, знаменитое имя – это имя Жилинского, все знатые у картины, они висят в третиковке, можно посмотреть, и художники Мения, может быть, известные, тоже не отставали. Всюду появляются эти вроде бы современники, тогдашние обитатели советской страны, но какие-то странные, не похожие на тех, кто участвовал в буре, нацерске 20-30-х годах, застывшие в каких-то козах, куда-то мечтательно глядящие, а архитектура, ну, как каждый умел, кто-то лучше, кто-то меньше, и какие-то сцены, которые их окружают, отсылают нас к эпохе Ренессанса, нередко. И все это вместе немножко кому-то, а кому-то, может быть, сильно напоминает еще каких-то сюрреалистов, которые, конечно же, в советские годы с позиции той самой идеологии всемирно осуждались, считались художниками и буржуазными, упадническими, и там весь набор был. Вот «Сальвадор Далит», альбомы которого многие из тех немногих, которые могли вообще их раздобыть, они их всячески старались раздобыть, там был полный набор этого сюрреализма. Это эротизм, религиозность, мистицизм, в общем, это абсолютно эпатическое искусство буржуазного Запада. Любопытно скажу в сторону, что с такими же обвинениями в адрес сюрреализма, и в частности Сальвадора Дали, вдруг уже после падения СССР стали выступать художники-новые, так называемые акционисты, всем новоизвестные Бреннеры, Смоловские, вот они тоже без конца до сих пор ввоздят этого несчастного Сальвадора Дали, как будто прямо даже с позиции 20-х годов. Очень долго у меня все копируется, пока не скопируется, я прям не закончу. Но вообще я планировал нашу сегодняшнюю встречу построить из трех частей. Первая часть будет это долгое вступление, манюстное, практически без картинок. Вторая часть, это мы просто посмотрим очень много разных иллюстраций, я коротко скажу какой-то комментарий по их поводу вообще, что творилось в детской книге. Но я думаю, что, наверное, почти всем, уж многим точно здесь собравшихся эти иллюстрации, знакомы, и даже не без моей помощи вспомнить имена, поэтому это будет просто мой комментарий. В идеале, конечно же, нужно было бы посвятить всю нашу сегодняшнюю встречу тому художнику работы, которого вы видите на стенах перед собой, Евгению Монину. Но это как некое возможно эхо моих слов о нем будет мой рассказ вообще о картинках в детских книгах той эпохи. Потому что без ложной скромности скажу все-таки я лично Евгению Монину написал как минимум две статьи, и их можно посмотреть в интернете, и мне просто не хочется повторяться. Хотя в числе прочих работ мы увидим его тоже работы, и вы их видите перед собой, но, правда, другого плана несколько. И поэтому не коснуться его не получится. И так или иначе я коротко расскажу об этом. Но в целом мы сегодня поговорим во второй части вообще, что творилось в детской книге. А в третью часть я совершенно дерзким способом и образом решил посвятить конкретно двум художникам. Но очень важно подчеркнуть, что все те художники, о которых я буду говорить во второй части, этот художник, каждый из них мог бы стать героем отдельного большого рассказа о том и нескольких. Абсолютнейший мой волюнтаризм проявляется в том, что я выбрал Владимирского и Калиновского. Больше того, мне умные люди даже, сейчас будет лирическое отступление, сказали, что сравнивать этих художников нельзя, они слишком разные, они для разного возраста. То есть люди, которые хорошо помнят, это был человек, по-моему, уважаемый, в то время они меня выругали. Но я на это, по-моему, очень остроумно ответил, что легче это буду я рассказывать, поэтому расскажу про этих двух художников. Действительно, они слишком разные. Именно по этому признаку я их, в общем-то, и выбрал. И об этой разности вы ее и увидите, если вы вдруг не видели, хотя я думаю, что видели. Мы и посмотрим на нее, и поговорим о ней. Так, а сейчас подарок тем, кто меня так долго ждал, мы сейчас даже попытаемся посмотреть мультфильм. Это время застойное, но вот он этого не любит, а многие его любят. Это время, конечно же, с которым связывают очень много разных клише со знаком «плюс» и со знаком «минус». Со знаком «минус» понятно, это эпоха отголосок советского тоталитаризма, это эпоха вездесущей идеологии, это эпоха вот тех самых комсомольских собраний, на которых все бездумно поднимают руки, голосуют абсолютно, даже не думая, за что они голосуют, но зато потом они идут и занимаются чем хотят. Эту эпоху, которую называют лживой и т.д. и т.п. Те, кто говорят о них хорошо, как правило, говорят, что это была эпоха нашего счастливого советского детства. Спасибо Леониду Ильичу за него. Конечно, это эпоха советского детства парадоксальным образом, слово «парадоксия» сегодня буду очень часто вспоминать, это поздняя, еще такая ее часто называют старческая эпоха. А еще те, кто любит красивые сравнения, а на этих сравнениях можно построить миллион разных анализов, любят называть это даже советским викторианством. Действительно, если мы вспоминаем XIX век, викторианство, то это была абсолютно такая, в известной степени тоталитарная эпоха, потому что более властительно запронизывало все государство. Это была эпоха достаточно старческая, поздняя, набравшая огромный вообще ресурс имперского прошлого, викторианского, английского и вообще колониального прошлого. И в то же время это была эпоха подчеркнутого внимания к детству. И одна из героинь этой эпохи, если я ее сейчас найду, то мы с вами посмотрим мультфильм. Вот она все время возникает в период застой. В 1976 году выходит пластинка, в 1974 году Полиновский иллюстрирует эту книгу, в 1980 году появляется мультфильм. И даже вглядываясь просто в эту героиню, можно увидеть абсолютно какие-то визионерские, как будто Луис Кэрл писал о застой. Надеюсь, что мы увидим. Видно? А звука три нет. Ха-ха. Какой звук нужно подключить колонки? Давайте мы будем подключать колонки. Это известная сцена. Или все-таки будем подключать колонки? Там у меня в конце такой мультик будет. В конце моего выступления. Прямо больше всего показать. Давайте сейчас лучше подключим, чтобы мы еще учимся. Но, взглядываясь на королицу, а там еще же ведь нужно помнить о том, что это время, когда Советский Союз опять себя пытается ощутить империи. Или, может быть, впервые на новом уровне пытается ощутить империи. И в самом конце 70-х, когда происходит так называемое вторжение в Афганистане, выходят эти фильмы, которые воспроизводят, ну как бы, «Викторианскую аналогию», «Приключения принцева Ризеля». Или Шедлок Холмс с пресловутой этой репликой, которую мы вырезали из закончательной прокатной версии, когда Холмс спрашивает «Ватсон, давно из Афганистана?» Там, если пригляделся, в первой серии, можно увидеть, что Макугань произносит «давно из Афганистана», а озвучивают как «давно с Востока». Слишком много параллелей. Но, опять-таки, пока я готовился к лекции, я думаю, что совершенно замечательное совпадение, которое показывает, что на самом деле сравнить можно все, что угодно, с чем угодно. В том же самом 76-м году, когда вышла знаменитая пластинка с песнями на стихи Высоцкого, в Америке был снят порно-фильм «Алиса в стране чудес». Поэтому, если мы вдруг отвлечемся от нашего замечательного застоя и посмотрим, что уже творилось вокруг, мы видим, что вообще в 70-е про «Алису» много чего где снимали. Спасибо большое. И помогли мне. Так, давайте попытаемся. Вот мультфильм, который снят уже в поздний застой. Это 80-е, 81-й год. Он довольно атмосферный и довольно сильно мне нравится. Ну-ка. Сейчас, сейчас, должно получиться. Опа. Что-то не получается. Ну, этот мультик, ладно, я могу своими словами озвучить. Главное, чтобы к концу нашего выступления у нас что-то получилось. Если вы мне скажете, кстати, я потом сам могу. Это они бегут-бегут, и это знаменитый диалог. Ага. Мне очень нравится здесь просто такая старая страна. Давайте. Ну, давайте. Так же слышно? Слышно? Далеко? Далеко еще? Ну, еще? А уже? Мы приближали мимо и глуполаза. Быстрее! А теперь ты можешь отдохнуть. Что это? Мы такая стоимость под этим деревом? Ну, конечно. А ты чего хотела? У нас, когда долго бежишь, непременно попадаешь в другое место. Какая отсталая страна. Мы здесь, знаешь, приходим сбежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. А чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее. Побежали? Мне здесь хорошо только пить очень хочется. Этому в городе трудно помочь. Хочешь сухарить? Прекрасно. Это прекрасный, по-моему, отрыв, который показывает, кроме того, что действительно похоже вроде на застой, а в то же время... Все совсем... Окей, 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 окей. А в то же время вот к концу... А, я просто искал, я же на самом деле не включил. Ну, вот в конце, да, алисе пить очень хочется, а я предлагаю эту сухарику. Вот захочу и вообще сравнив сухих законов СССР и с группой виноградников тоже. Все совсем прекрасно может сочетаться. Поэтому это вот борьба с клише, рождает новые клише, приглядывание к каким-то фрагментам в действительности рождает тоже клише. И вот в начале, пока я долго говорил, я вам еще хотел показать эти картинки. Ну, давайте я их покажу. Вот, например, да. Я вообще планировал, что это будет как черный квадрат, минут 15-20 нависать на дворе. На гваньде? А? На гваньде? Да, конечно, это известная работа. Это те картины, о которых я говорил. Вот тот самый. Ну, их очень много, на самом деле, разных. Разного качества и уровня. Но атмосфера в этой работе показана хорошо. Конечно же, это вроде бы что-то советское. И в то же время, отвечающиеся достаточно быстро мы опознаем, как это что-то отличное от того, что происходило в 20-30-е и вот теперь. Так, это что у нас? Это, кстати, «Алиса в стране чудес». Пластинка – это второй выпуск 1977 года. Это «Оборотная страна». А это, да. А это немножко у нас сегодня аудитория взрослая из того форма фильма, который мы видели. «Оборотная страна». Там все было очень интересно. Есть два больших общих соображения, которые нужно сказать про иллюстрацию того времени. Одно совершенно неоспоримое, а второе, я думал, думал, сам придумал. Неоспоримость заключается в том, что за 50 лет, которые прошли с эпохи 20-30-х, изменилось, если не вообще все, то, по крайней мере, какие-то очень важные определяющие черты переменились применительно к иллюстрированию книг. За эти полвека произошло очень много чего. Художники окончательно каждый занял свою нишу. Каждый художник занимался в рамках своей специализации тем, чем он занимался. Иллюстраторы иллюстрировали, станковисты писали станковые работы, вот такие или другие. Понятно, что я вам показал две работы, а там было разное. Но в этом разное было очень много, конечно, Владимира Ильича, всех типов новостей. Скульпторы лепили скульптуры. В 20-е и в первой половине 30-х было все не так. В 20-е очень легко художники переходили из одного регистра в другой. Собственно, скорее всего, это мое предположение. Из-за того, что как раз не было готовых каких-то рук для того, чтобы делать детские книжки, или их было очень мало. Все-таки далеко не все художники до революционной эпохи остались в Советской России. Их осталось не очень много. И туда и шагнули. И туда как-то сам этот государственный социальный заказ призвал художников, которые буквально вчера или даже сегодня делали какие-то Павловым Смолевичем или Петровым Водкиным. Очень много книг в 20-е и 30-е были сделаны художниками-станковистами. А к 70-м годам, ну это какой-то нонсенс. Из него есть, конечно, исключения. Есть, например, художник Лев Зусман. Он очень много книг о форме. Он вообще в первую очередь с ним занимался. Но он делал и картины, так называемые, которые он писал. Вот картины, которые висят перед нами на стенах, это тоже другой путь. Гораздо более долгий и причудливый. Монин занимался совершенно специализированной детской иллюстрацией. Но, как сказано, может быть, вы читали в каталоге этой выставки, его путь начинался с каких-то вот этих, назовем его взрослых, при всей условности этого термина. Он начинался где-то в 70-е же годы. Он делал картинки для себя, иллюстрировал что-то, что ему не заказывали, любимые книги. Потом он осваивал новые техники, вообще изображения. И постепенно, как раз, когда вся система, этот странный симбиоз, в котором существовали парадоксы, благодаря и вопреки, в каком-то странном взаимоопределяющем положении, рухнула вся эта система к 90-м годам. Он вместо того, чтобы впасть в полный кризис из-за того, какой наступил кавардак вокруг, вдруг вылезла эта линия его творчества для себя, которая выразилась в таких вот странных работах, в которых есть и литературное, безусловно, начало, отсылки к текстам. И в то же время он, как художник, прекрасно знавший, что такое рисовать и писать, здесь использует живописный сюжет, использует цвет, композицию, понимает, что они вообще все значат. И еще какие-то исключения можно вспомнить. Какое-то у меня еще вертелось именно в памяти, но я сейчас, честно говоря, забыл. Я думаю, что этих примеров достаточно для того, чтобы подчеркнуть. Это исключение, это не правило. А, вот точно, еще оставались, и это, кстати, важно к нашему разговору, тоже приходится очень кстати, художники той самой школы 20-30-х годов. Иногда может создаться впечатление, что линия, вот она обрубилась. Все-таки было очень много чего. Была война, был там довольно тяжелый этот период до 53-го года. Потом было теперь что-то настолько новое, и в книжной графике, безусловно, что, кажется, все эти художники 20-30-х, они где-то там и остались. Но некоторые из них жили довольно долго, и они были очень разными. Довольно долго жили вполне призванные Лебедев, Чарушин, Курдов, вообще даже чуть ли не до 90-го года. Очень долго жили художники не на каком-то странном положении, находившись. Алиса Парет, например, она для нашего разговора весьма важна. Она была близкой, знакомой, кругом вообще бариутов и всей этой ленинградской богемы. Она дожила аж до начала 80-х. И нужно ее вспомнить, потому что она иллюстрировала книжки совершенно новые, в новом, кстати, стиле. Она иллюстрировала книжки совсем новых на тот момент авторов, детских в том числе, Генриха Саргира, например, который сейчас, может быть, его не очень хорошо помнит массой. Но вообще это прекрасный автор. И этого пласта мы вообще не будем касаться. Какие люди работали в литературе и написали слова – это отдельная большая тема. Вот Генрих Саргир – это прекрасный автор, который в известной степени наследовал традицию абсурдистской литературы в чем-то абориутской. И очень много в 70-х годах написал книжек для детей, пока в конце этого десятилетия не опубликовался в «Альманахии Метрополь». После этого у него даже с детскими книжками совсем как-то стало тускло. Но это было прямо совсем нельзя с точки зрения идеологии. Она нарисовала его книжку, по-моему, даже в древе, и как бы передала эстафету от того времени. А еще она иллюстрировала Виннипуха. И мы сегодня будем с вами Виннипуха Калиновского смотреть. Тоже. Это был очень симпатичный Виннипуха «Алиса Парет», пока Калиновский с Диагоровым своего нарисовали. Тот был, по-моему, даже еще более симпатичным. Очень не менее. И еще одна очень важная мысль общего характера, уже придуманная мной самим, значит, первая мысль общего характера. Художники каждый занимаются своим делом. Шаг влево-вправо, куда-то вбок, возможен, но как-то совершенно не нужен. Ну, чем ты будешь заниматься? Если ты очень хочешь быть станковистом, ну, рисуй Ленина. Наверное, мне всем хотелось рисовать Ленина. А если хочешь заниматься детской иллюстрацией, и занимайся там Лениной. Так часто надо рисовать. А если ты хочешь рисовать что-то для себя, рисуй для себя. Ну, это довольно странно. И на это, наверное, у всех хватало энергии и времени. А вторая мысль общего характера. Что же объединяет рисунки к детским книжкам той поры? В каждой эпохе, о которой мы так или иначе говорили, можно найти какие-то единые признаки, единые элементы, которые независимо от стиля каждого художника, а они были довольно разными, то тут, то там возникают. И которые нам позволяют довольно безошибочно, даже если мы не помним имен этих художников, отнести эти картинки к детским книжкам к той или иной эпохе. Очень просто. В 20-е и 30-е, ну, по крайней мере, первая половина 30-х, это, конечно же, конструктивизм возникает то тут, то там. Или у Ленинградской школы, например, отголоски импрессионизма возникают. Ленинградцы очень любили импрессионистов и вообще французскую живопись. Мы смотрим их просто по стилю и по каким-то приметам определяем. Ну, конечно, это что-то довоенное, наверное. А как определить эпоху вот этого наступившего социореализма, так называемого, до 1953 года? Тоже очень просто. Застывшие фигуры, какие-то тяжело романтические взгляды устремленные куда-то. Картинки к детским книжкам не сильно отличаются от картинок взрослым книжкам. Рисуют так фактически все очень разные художники. И Пахомов, не знаю, Дегтярев. Очень разные художники, да. А вот примерно эти элементы в их работах возникают. Примерно, ну, как-то так схожие, да, и делающие их работы похожими. Что в «Оттепеле»? «Оттепеле» тоже очень просто. Кого не возьмешь, там, не знаю, самых популярных, типа Збарского, ну, просто на вскидку, любые, там, не знаю, Цейтлинг какой-нибудь. Ну, неважно. Везде это легкая линия, когда одной линией рисуется какая-то фигурка. Везде танцующие какие-то, очень задорные элементы в картинках. Это «Оттепель». А что же объединяет картинки застоя? Вот картинки детские книжкам застоя определяют вовсе не то, что можно было бы подумать, определяют так или иначе все работы для взрослых. Вот и Леонида Ильича, и «Автопортрет в красном свитере», который мы только что видели, определяет их, я сам для себя это изобрел, именно их разнообразие. Все стили каждого отдельного художника, они стали очень различными. Объяснить это довольно трудно, потому что, казалось бы, если ориентироваться на штампы застоя, то все должны опять стоять, куда-то смотреть, как на этих взрослых картинах. Нет ничего подобного. Все очень индивидуальны. И мне кажется, это произошло потому, что, воспользуясь такими далекими от наукообразности понятиями, все настолько созрело к этому времени, уже довольно позднему, настолько выработалось, настолько определилось, что каждый художник получил, назовем это свободой, развивать собственный метод в детской иллюстрации. Я вам покажу очень много разных работ, мы будем их даже перескакивать. Я думаю, что вы со мной согласитесь, даже если вы в чем-то другом со мной не согласны. Где-то, да, ну, Кокорин, например, да, вот, кстати, тот художник, который что-то сделал для себя, но это такие вот путевые заметки. К слову сказать, этим занимались очень многие художники. Немало художников, на самом деле, путешествовали в другие страны, ну, в составе групп художнических, и многие очень делали ежедневные зарисовки. Вот он, один из таких, ну, это, конечно, Ленинград, а у него были более экзотические путешествия и в капиталистические страны, и в Данию, и в Нидерланды, и даже, по-моему, ну, если на путь до Тунисина, чуть ли не куда-то в Индию, что-то экзотическое там точно было. Но в советское время, конечно, опубликовали только ленинградский альбом, чтобы не возбуждать излишних каких-то настроений. И его путешествия в Данию, конечно, легли и в Англию, он был и в Ирландии, и в Шотландии. Путешествия в Данию легло в основу его иллюстрации к Андерсону. Две довольно знаменитые его книги, которые многие помнят, ну, может быть, даже три, это Андерсон, Шарль Перо и Куатина. Мы смотрим очень бегло, потому что, я думаю, что все, кто здесь присутствуют, помнят эти рисунки не хуже меня, даже если вы не помните, вдруг, имен конкретных художников. Ну, кто скажет, что это за стой? Можно даже спутать сотни теперь. Настолько все жизнерадостно. Я думаю, что он во многом оттуда и брал какой-то материал для своих этих работ. Вот. Все очень солнечное и задуманное. Следующий художник все вразнобой, не по алфавиту, максимально позиционно. Это, конечно же, Дувидов, совсем другой художник. И он совсем иначе рисовал в 50-е, а вдруг в 70-е годы у него созрел этот наивистский брутальный стиль, который, ну, просто почти что в чистом виде армбринт такой. Он и детско-наивный, и грубый. В хорошем смысле, конечно же. Местами просто хулиганские. То есть мы сейчас с вами долистаем до моего любимого диафильма «Бармалей». Там сразу, без дураков, понятно, что «Бармалей» – это парень очень опасный. С ним никому лучше не связываться. А вот Айбалит здесь, наоборот, типичный интеллигент. В очень больших очках. Ой, внезапно Чижиков попал. Видимо, по цвету как-то перепутался. Ну вот, в общем, не буду вам подробно все это показывать. Вы все это в изобилии найдете в интернете. Просто наберите имена этих художников. Вот «Бармалей». Ну, сразу понятно. Все с этим «Бармалей». А это напоследок картинка 89-го года к сказкам «Никвала». Тут уж совсем. Люди, которые любят проводить всякие параллели и все связывать со всем, скажут, ну, конечно, может быть, это из-за крушения союза. Но мы с вами только что видели «Бармалей», который нарисован несколько раньше. Виктор Пивоваров – концептуалист. Вот, кстати, еще одни художники, которые нашли путь своеобразной такой работы для взрослых и создания какой-то живописи, серьезной, назовем ее так. Но реализоваться здесь они никак не могли, потому что там было очень много отсылок к западному искусству и немало ироний по поводу всего, что их окружало в Советском Союзе. Поэтому это более или менее было популярно на Западе, где потом стал очень популярен художник из этой кокорты – Кабаков. И все они были при этом достаточно благополучно, социально и материально устроены здесь как детские художники. Ну, Виктор Пивоваров и Илья Кабаков, они хотя бы работали вместе и дружили по виденному, ну, в любом случае они были хорошими, знакомыми, добрыми и коллегами по искусству. У них отличается взгляд на это детское творчество. Если Кабаков постоянно говорит о том, что эта работа в детской иллюстрации была для него халтурой, то Пивоваров откликается очень тепло, а в поздние годы он даже время от времени в своих воспоминаниях пишет разные, делится с нами эротическими фантазиями по поводу этих детских иллюстраций. Ну, поскольку здесь аудитория взрослая, я могу сказать, что он Оли Лукой, одной из самых знаменитых его книг 70-х, называет его чуть ли не волшебным уступатором, потому что это спрунзовка, из которой льет он свой состав в глаза засыпающим. Это как некое семя. Понятно, что все эти соображения совершенно нигде не могли появиться в советское время, он их опубликовал позже, но волю всякой своей сюрреалистически ориентированной фантазии он давал в таких картинках. Само название этой книги говорит о многом. Это картинки из книжки «Моя вообразилия» Бориса Захадера. И вот они тоже как будто из этого мира, если мы ориентируемся на эти оппозиции, вот они как будто из мира идеологии и тоталитаризма в какую-то вообразилию путешествуют. Можно и так посмотреть. А может быть, эта вообразилия обусловлена как раз этой идеологической, ритуализированной повседневностью. Ну вот, «Диковинные звери», давайте, вот моя любимая картинка. Это абсолютнейшие всякие, не знаю, на стыдку самой банальной эшер. Здесь он тоже проглядывает. «Ты Магрит». А вот это как раз Оля Лукоева. Это все переиздано сравнительно недавно. Три старые книжки сейчас можно купить. А про Оля Лукоева прямо, плюс ко всем этим стрельцовкам и волшебным жидкостям, которые куда-то там брыжут, он говорил, что он, конечно же, ориентировался на Босха. Ну, увы, и в сказках скандинавских тоже вы увидите отсылок к Босху весьма немало. Это такая советская психотерия. А вот тут, наконец, Чижиков. Чижиков – художник, который вообще пришел. Вот они откуда только не приходили туда. Он пришел из архитектуры, например. Чижиков пришел из карикатуры. Совсем другие картинки. Чижиков тоже иллюстрирует Айболита. Когда я в каком-то вот этом коротком тексте, предваряющем мою лекцию, написал, что это было время расцвета сказки, действительно, я готов за это всецело ответить. Даже если нам покажется, что вот сказок современных на тот писали не так много людей, ну, там можно, ну, во Бразилия, Захадер переводит, Софья Прокофьева пишет такое, детское фэнтези советское. Даже если, ну, даже у Коваля можно найти в Ковале вроде бы такой не сказочный, а у него тем не менее везде встречаются какие-то странненькие персонажи и довольно странненький язык тоже, который хочется назвать сказочным. Даже если этого всего нам мало, сказки регулярно переиздают это время переиздания всевозможных классических советских и зарубежных текстов. Айболита, вот уже мы видим не первого, а он, кстати, иллюстрировал еще и волшебник из страны Масхаха, волшебник из страны Масхаха. Но его картинки уже позже нарисованы, это вообще, по-моему, 80-е годы чешковские, они, конечно, не так знамениты, как картинки Владимирского, хотя они вполне хороши. Это вся детская классика, наверное, братья Гримм, Андерсон, Чуповский и прочие, все это переиздается без конца и иллюстрируется разными художниками совершенно по-разному. Вот, быстро-быстро Чижиков. Вот, кстати, очень важно, не надо никогда забывать о том, что вообще-то Гудвин был воздухоплавателем. Кстати, когда мы, пока я не забыла, то потом, может быть, у меня это вылетит из головы, когда мы прикоснёмся к Владимирскому, к его замечательному творчеству, помните о мысли, которая настолько простая, что она меня просто поразила. В американском тексте американская исследовательница, посвящённая волшебному купону, извините, это Лебедев, художнику Владимирскому и, соответственно, Волкову, она пишет это. Этот текст опубликован в сборнике «Весёлые человечки», выходившем в 2008 году. Меня просто ошарашил этот парадокс, опять я произношу это слово. Оказывается, американские и советские дети сущности тащились от одной и той же книжки, несмотря на то, что это было два совершенно разных идеологических лагеря. Конечно же, мы все сами помним, что Волков просто перегнал волшебника из страны ОС, сделал голову волшебником заблудного города, дописал свои продолжения, кое в чём, опять-таки, продолжающие американский оригинал. И, в сущности, это две книги. Это однокомно. Ну и, конечно же, символы Олимпиады 80-х, который, кстати, хороший пункт, который указывает, как всё неторопливо тогда делалось. Этот символ был утверждён в 77-м году, в Олимпиаде было только 80-м. Всё делали очень медленно и с расстановкой. И это, ну, такой, почти что финальный, может быть, даже не самый плохой пример Брежневской эпохи. Даже какое-то достижение. Вот, «Путешествие в страну Амбезьян», о котором очень много вспоминают, о котором была посвящена специальная серия выпуска мультсериала «Ну, погоди!». Чижикова очень много. Монин. Про Монина много думал и говорил. И скажу очень коротко, что есть в его творчестве что-то, что ему роднит с творчеством совершенно не похожего на него художника, той же пары, абсолютно, Майя Митурича. Майя Митурич совершенно обоснованно и закономерно ориентировался на достижение авангарда. А у Монина это как будто бы. Он об этом не распространялся нигде? Ну, как будто бы. Я всё-таки не верю, что совсем с потолка. Возник был само собой. Они очень хорошо, умело и умно совмещают в своих изображениях план того, о чём идёт рассказ визуальный и как ведётся этот рассказ, как используются цвета, как используется динамика, ритм, движение в картине, композиция. Всё это очень хорошо используется. Монину ничуть не хуже, чем Майя Митурича. Но Майя Митурич прямо происходил от людей, которые были связаны с русским авангардом. Он даже такой своеобразный привет от авангарда передал совсем новому поколению художников, в числе которых был Кошкин, тогда ещё можно назвать его начинающим спирем, в начале 20-х. Они стали рисовать то, что он называл сюрреализмом, то есть аккуратные реалистические изображения людей или животных, совмещенных в странных комбинациях. и какие-то сценарические сцены. Но все мы помним эти книжки. У Кошкина там был странный, Буратино тоже. У Кошкина были книжки Адулевского он иллюстрировал. Там вот такие очень причудливые ситуации, не композиции, а ситуации. Всё это Митурич назвал сюрреализмом, сказал, что этот путь реалистического рисования без понимания абстрактной составляющей искусство уже давно прошло в своём развитии. Это прямо как будто Малевич говорит. Вот Митурич, кстати. Самая знаменитая его книга в Маоре. Тут прямо-таки нарочито видно, что то, как нарисовано, как расположены здесь линии, как здесь играют друг с другом цвета, чуть ли не более важно, чем то, что изображено. Какие-то тигры, человеческие фигурки или птицы право же являют здесь иногда чуть ли не меньшую роль. Иногда он очень, но не в этой книжке, в этой книжке всё-таки фигуративность. Иногда он так близко приближается к абстракции, что это действительно прямо абстрактный. Вот Маоре. Ещё один художник, который как-то близок к гениальности, совсем другой, это Михаил Майофис из разных книжек. Единственный, к сожалению, ленинградский художник, а это отдельная большая тема, как в Ленинграде и в Москве в это время рисовали, по-разному рисовали. Но Майофис тоже прекрасно понимает, что цвет и линия играют не меньшую роль, чем характер персонажа и то, что у него на голове, например, как в эти красные шапочки нарисованы. Очень эффектное переосмысление классических героев и образов у него всегда. Очень лаконичная и в то же время всегда бросающаяся в глаза и хорошо воздействующая композиция. Он великий мастер линии, конечно. Такое впечатление, что Ленинград может построить все. Ленинград и какой-то цвет, и все уже работает. Ну и в конце концов это слово, по-моему, к нему подходит едва ли не больше, чем ко многим другим героям. Он очень изысканный художник. Это Боб и его работник Балда. Вы видите, как здесь все замечательно? Я очень люблю эту картинку. Здесь прямо чувствуется, что эти собаки вот-вот и охотники могут даже упасть. А эти вот в собаку. Очень замечательное переосмысление образа Чаполина. Видите, это не просто луковица какая-то, из которой торчат, как у всех художников, а это акцент вообще-то скорее на вот этих вот побегах, которые оттуда выцеливаются, на этих листочках рукава. А тут не на том, что это голова луковица. Так-так. Ну и тоже и помидор сеньор вообще. Все здесь хороши. А лимоны – это тоже не просто тела у них лимон, а носы лимоны. Ника Гольц – совсем другая. Вот как раз художник-сказочник. Но есть набор художников-сказочников, которые традиционно относят к Васеницова или Татьяну Маврину. Вот тоже художник-сказочника, совсем другая. Но это довольно простой приемчик. Можно связать ее, ориентируясь на ее фамилию, с чем-то немецким. Она и любила иллюстрировать немецкие сказки. Но у нее сказочность, конечно, не лупочная и не разухавистая, как вот двух других только что упомянутых художников. А она с какой-то вот как раз и реальной атмосферой. Мне всегда становится не по себе от этих зеленочных цветов зелени, природы, которые на этих картинках. В очень странной книжке «Тяккина Леша» она бы заслуживала отдельного разговора, потому что вообще-то Леши там зовут девочку в этой книге в конце 70-х. Но времени у нас не так уж и много. Ну вот этот человек Горошина, Шарова, старшего. Это прямо хрестомативный пример к сказке, написанной в советское время по всем сказочным законам. С волшебством, магическим злом, странными персонажами, которые помогают главному герою. И ее «Щелгунчик». Ну она и много иллюстрировала Гофлана, «Щелгунчик» далеко не единственный. Так, этого уже достаточно, чтобы понять. А, ну вот, например, Николай Устинов. Когда я говорил о том, что художники-иллюстраторы не могли или не хотели стать станковистами. Вот это, по-моему, художник, которому совершенно не нужно было стать станковистом. Что бы он рисовал на своих станковых работах? Да то же самое, что он рисовал в прекрасных книгах. Это вполне если увеличить, не знаю, любители Шишкина получат нового любимого художника и, по-моему, по многим параметрам лучше, чем Шишкин. Рисует. Это все одно время, это все книги 70-х. Иногда я только собираюсь в 80-е, но я показываю те работы, которые по стилю не отличаются от того, что художники делали в 70-е годы. Давайте выступили с Танин Стенкова. Сергей Алимов, совсем другой художник, который пришел из мультипликации. И у него тоже навалом вот такого детского сюрреализма. Больше того, он в конце 60-х сам делал мультфильмы и позже делал какие-то совершенно... От них остались только эскизы. И вроде бы, судя по его каталогу, эти мультфильмы были все-таки доделаны. Где эти мультфильмы, совершенно непонятно. Недвообразимые. По текстам Эйзенштейна мультфильма есть «Вядская лошадка». Где он? Неизвестно. Но, помимо прочего, он делал вот такие детские книги. Это книга «Озбука вежливости». И мы сейчас посмотрим еще... А, ну и он, естественно, изобретатель Бонифация. Но это как раз вот теперь такая история. А вот это из «Вядской лошадки». 68-й год. Ну и, напоследок, классические его иллюстрации к истории одного города и Гоголь, которые все и так знают. Сергей Бархин, театральный художник, который сделал крайне мало книг и детских книг еще меньше, но тоже прекрасно был осудомлен и о том, как делаются декорации в театре, о том, что творится в современном западном искусстве. И иллюстрировал, в частности, вот такая крайняя граница застоя. В 82-м году книжку не кого-нибудь французского автора Жака Привера, где переводчик в начале книги объясняет, что вообще-то стихи далеко не всегда должны быть в ритме. И в этой книге, мой дорогой юный читатель, был столкнувшись совершенно не реформованными строчками. Если кому-то сказать, что это, ну, если бы мне сказали лет так 7 назад, что это какая-нибудь книжка «Магрита» внезапно детская, я бы, честно говоря, поверил. Магрит в середине, как раз в военный период, в сороковые годы, отказался от своей манеры вот такой загадочной и стал рисовать очень яркие картинки, прямо нрачики яркие. По-моему, у Бархина даже лучше получилось. Но, правда, Бархина рисовала 40 лет спустя. Вот как раз Владимир Орел объясняет, что в этой книжке стихи Привера и они не рифмованные. А, ну, вот пара подготовительных рисунков к спектаклям, сделанным Бархина. Много было выставок, я надеюсь, что они будут продолжаться, где можно детально посмотреть все его, по крайней мере, театральные работы. Мне очень нравится сравнивать Бархина с таким демиургом, потому что там есть макеты и спектакли, где прямо маленькие человечки сидят. И в некоторых своих книжных работах он тоже… Вот у него странный переход есть между, я вам скажу все-таки это скучное слово, фигуративностью и какой-то орнаментальностью. Там эти человечки как будто элементы орнамента. Ну, вот знаменитый, да, Шекспир и его такой рисунок. И Маврина. Ну, Маврина быстро смотрим, все ее знают, все ходы хрестоматинно повторяются на каждом шагу. Это лубок, это такая экспрессия. И, ко всему прочему, тоже при мете 70-х она получила престижнейшую награду – медаль Андерсона, которую только спустя несколько десятилетий опять получил наш с вами современный коленников. некоторые даже любят сравнивать ее с Пикассо. Ну, сравнить можно многое со многим. Действительно, есть некоторое сходство кое в чем. Надеюсь, те, кто со мной были не согласны, теперь согласятся, что картинки были очень разные. Берем одного из героев нашего рассказа «Все будет в разнобой» – Леонида Владимирского. Вот и он. И вот его соавтор. Можно смело назвать его соавтором Волков. Наверное, рассказ о Владимирском будет чуть короче, чем рассказ о Калиновском. Безобразие. А свою шпаргалку-то я и перенес сюда. Ну, хорошо, ладно. Давайте попробую своими словами. Все знают «Волшебка Глубного города», 1939 года сказка. Начал ее Волков переводить. И вроде бы переводил, переводил, а потом решил сочинить свое. Он очень много каких-то, ну, почти мимфов рассказывал об этой своей литературной истории многотомной. Он рассказывал, что он добавил туда очень много своего. Одно из самых знаменитых его высказываний рассказывал, что он сделал героев лучше, что очень многое изначально книжки показалось ему скучным. В общем, всеми силами он доказывал, что эта книжка совершенно другая. Она во многом действительно другая, но все же первоисточник. И на эту тему тоже очень многие сталкиваются у Бали. Тоже заслуживает внимания. Некоторые, например, ненавистники всего советского говорят, что, конечно, оригинал американский. Куда лучше. Не совсем я с этим согласен. Мне больше нравится этот замечательный парадокс, что дети по разные стороны границ читали одну и ту же книжку. Понятно, что никаких авторских прав, никто никаким баумом или каким-то там обнаследником, ничего по ним не было лучше. У нас все было общее, можно было пересказывать, все было народное. И вот эти книжки появлялись. И только в 1950-е годы, ближе к концу, это другой знаменитый герой Владимирского, Буратино. Я скажу о Владимирском, пожалуй, очень много каких-то общих слов. Владимирский художник, в том числе еще и отличающийся от Калиновского, потому что он фактически в каком-то своем главном настроении, в каких-то главных стилеобразующих мелочах, совершенно не менялся. Он как освоил свой стиль, вот такой мультипликационный, а он пришел в детскую книгу из мультипликации, но не совсем. У него там драматичная история, которую он рассказывал спустя годы. Он тоже, такое ощущение, когда читаешь его воспоминания, мне кажется, что он любит деликатно, не очень резко, но присочинить. Поэтому какая-то литературность, его воспоминания всегда присутствуют. Он рассказывает, как он попал вообще в Афгик, он вообще-то фронт прошел, получил медаль за победу Магдермании, он уже во время войны был в институте строительном учился. И все, его путь определен. И вдруг он пошел с приятелем на ВДНХ, а приятелем сказал, давай еще в Афгик зайдем, в Афгик, давай заглянем, пошли в Афгик. И вдруг какой-то преподаватель якобы спрашивает, вы на какой там его поступать пришли? И Владимирский вдруг подумал, а почему бы не поступить в Афгик? И поступил в Афгик. Он учился, он рассказывал, тоже не очень сильно плачась, но все-таки рассказывал, что ему было очень трудно, что его преподаватели все время укоряли так. Нет, нет, да и укоряли за то, что он занимается не совсем своим делом. Якобы какой-то преподаватель однажды ему сказал, что это же не вы нарисовали этот рисунок. Понимаете, вот человек, который вместо вас его нарисовал, мог бы здесь учиться, а вы на его месте сидите. И Владимирский пишет, что на самом деле я хорошо знал, что нарисовал это я, поэтому я только улыбнулся. Там много такого в его воспоминаниях, но так или иначе, нам важно, он пришел в детскую книгу из мультипликации, а скорее даже из диафильма. Он учился на мультипликатора, но свой диплом, как он рассказывал, решил сделать диафильмы. Он собрал свои рисунки к Руслану Людмиле и представил их в виде вот такой кинопленки. И ему сказал Иванов, у которого он мечтал учиться, да это же диафильм, идти на студию диафильма. И Владимирский был страшно разочарован, он мечтал делать мультфильмы, а его направили делать какие-то диафильмы. Но потом он сделал диафильм Буратино, а потом он сделал книжку Буратино, а потом он сделал волшебника из мульдного города. Буратино более-менее, примерно 70 на 30, 60 на 40, многие воспринимают только Буратино Владимирского. Но аж с волшебником из мульдного города, все безоговорочно, включая самого соавтора этой книги Волкова, советского соавтора, сказали, что только эти герои, вот такие мультипликационно-нинишные, совпадают с героями, которые написаны словами. Сам Волков говорил, что иначе он не представляет письма, можно прочитать прекрасно. Видите, это такое советское фэнтези, тут же карты, прям как в серьезных фэнтези-книжках. Я помню, я тоже сейчас делюсь как Владимирские воспоминаниями с детства, я когда только начинал свой путь ха-ха в литературе, читал всякие сказки, пришел я в гости к приятелю, и он мне говорит, вот книжка «Стильный колец». Я говорю, а что за книжка? Он говорит, ну, это книжка, где волшебная страна. А я, стыдно признаться, летом не много читал, как «Стильный волшебник» из мульдового города. И что спрашиваю я? Туда какие-то наши дети попадают, в эту волшебную страну отсюда? Он говорит, нет, зачем тут какие-то дети отсюда? Там своя страна, про нас там даже не знаю. Я помню, что мне это произвело какое-то неизгладимое впечатление, я никак не могу представить, как же может быть какая-то волшебная страна, куда никто не попадает отсюда, и они там живут, совершенно не представляют, что здесь вот что-то происходит. Вот была такая волшебная страна, как раз созданная Волковым. И детские письма можно прочитать в детской литературе и просто обрыдаться. Там все темы, которые сейчас волнуют, поднимаются или намеком каким-то возникают. Одна девочка полностью переписала Урфин Джуз и его деревянные солдаты и перерисовала все картинки, пишут там, как приобщить детей к чтению. Вот так вот. Какие-то дети пишут, снимите, пожалуйста, кино по этой книге, только ни в коем случае не меняйте образов героев страшила, лев и железная кровосека, или пусть будут такими же. А взрослые культурно образованные, конечно, приходили, я просто сам слышал эти рассказы, всего от этого ужаса. Это вот вечная, тоже еще один парадокс, связанный с детской книгой. Детям нравится. Но, конечно, эти рисунки не настолько изысканы. Это же, конечно же, москульт абсолютнейший. Причем, более того, вот мы смотрим с высоты прожитых, наверное, уже лет, мы понимаем, что это москульт еще и такой американизированный. Это же мультипликация такая а-ля Уолл Дисней. Больше того, я слышал собственными ушами, история документально, она не подтверждена, но я слышал из уст Максима Митрофанова, художника современного, который обучался у Владимирского, что Владимирский, сам Владимирский пишет о том, что он очень внимательно изучил все иллюстрации к заграничной книжке, прежде чем нарисовать свои. Поэтому у этой истории, которую я слышал от Митрофанова, есть вот такое подтверждение, что он изучал зарубежную продукцию. Митрофанов сказал, что вообще-то он еще любил пенал. Эти замечательные картинки с полуобнаженными, такими бусообразными, да, красавицами. И след этого видим, конечно же, в его картинках «Волшебный безумрудный уклад». Есть и другие книжки. Кьё Дима, например, очень милые тоже. Их пересдавали, но их меньше помнят. Кьё Дима был одной из ранних книжек Владимирского. Он потом, по-моему, перерисовал. Ну, тоже, видите, вот так аккуратно. Приключения, по-моему, бесконечные обложки. Самое ужасное, что я могу сказать о Владимирском, я думаю, что он бы некому простил. Его книжки в любом случае хороши так, как они хороши в любую эпоху. Их потом стали переиздавать в 90-е годы люди, забывшие вообще о том, как строить книгу. То есть лепили все, что угодно. Ярчайшие какие-то коллекции на обложке, по сравнению с которыми вот эта обложка как раз оригинальная, это просто вера в вкуса. И ничего, книжки Владимирского от этого не сколько ни страдали. Они все равно нравились детям и смотрелись совершенно органично. Вот одна из таких книжек. Наш следующий герой, Геннадий Калиновский, про него рассказывали разное. И я в конце покажу книжку, с которой это, по-моему, может быть связано. Рассказывали, что он вообще был человеком простой. Иногда с очень тяжелым характером. А иногда, если ему что-то не нравилось, мне рассказывали тоже на уровне таких полуслухов, но правдоподобных весьма, как история про пинак. Ему рассказывали, что однажды ему в 90-е годы принесли какую-то книжку, сделанную по тогдашним уже меркам, нормальным, красивым. И он ее даже не стал разглядывать, он сразу ее бросил, так что она превратилась уже не в книжку, а в стену она удавилась. Или опа. Вот книжки Калиновского испортить можно, если сделать их вот так. А книжки Владимирского, заметьте, я не говорю, что они плохие, но испортить их очень трудно. Они все равно будут яркими, жизнерадостными, нарисованными, как сам Владимирский говорил про себя, человеку, которому всегда 9 лет. Приключения Петрушки, вот еще, 90-е. Это открытки, видимо, нарисованные, они, в общем, как-то нечетко подписаны везде, но все-таки ориентировался художник на незнание и его друзей. Это в 50-е годы. И потом мы с вами, если я справлюсь с управлением, дойдем, все-таки, чтобы оправдать тему, которую я сам заявил, дойдем до книжки 81-го года, три толстяка. Вы знаете, мне кажется, что такие три толстяка могли бы явиться и в 60-е годы, и даже в 50-е годы. А, ну это понятно. Если кто-то не знал, что такое то, о чем я говорю, вот это оно. Вот приключения Петрушки. Очень милая книжка, но мне неизвестная. И вот три толстяка. Он их рисовал не один раз. Не буду подробно останавливаться на этом в интернете. Вы с легкостью найдете текст одного из редакторов издательства «Речь», где она подробно разглядывает вообще все стадии, как у него вот самые ранние три толстяка, которые здесь черно-белые, были вот такие, потом он их перерисовал вот так, а потом он уже в преддверии 90-х просто чуть-чуть изменил свои иллюстрации в 80-х. Там это все подробно рассмотрено. То есть, строго говоря, видите, это художник, который перерисовал книжку, но как перерисовывал Калиновский и как перерисовал Владимирский. Это этот художник, который изменился просто из-за того, что прошло какое-то время. Он совершенно не ставил, и я не собираюсь за это ругать, он не ставил себе задач по какой-то переработке своего сознания. Ему это было не нужно. Он раз и навсегда нашел прекрасный универсальный стиль, который нравился детям и который использовался на протяжении десятилетий. Картинки к волшебнику из модного города печатались в 60-е, 70-е, потом и общий тираж в 90-х дошел до 4 миллионов, только с иллюстрациями Владимирского. И, конечно же, все эти картинки были примерно в одном ключе, даже если туда что-то добавлялось или убавлялось. Вот, кстати, напоминание о мультипликационном прошлом, пусть и не состоявшемся Владимирского. Это книжка 90-го года, которую он придумал сам. Что можно придумать, когда ты нарисовал столько картинок прекрасных к изумрудному городу, к Буратино? Он сам сочнил книжку Буратино в изумрудном городе. И это форзец изменил. Ну, а потом Буратино ищет холодного книжка. Тоже мы сразу сами видим, что это 90-е годы, и ничего страшного. Ну вот, мне казалось, что у меня очень мало картины Владимирского, казалось, что их не так много. Но уверен, что вы все их видели. И даже если вы не помните имя художника, вы сразу же опознаете всех этих героев. Да, и приятная деталь, очень любопытная он сказал, что я изучил все эти картинки к американским книжкам, я обнаружил, что американские художники рисуют страшили вместо носа дыр. Наверное, пишут Владимирские, они исходят из того, что раз страшил, это он должен быть страшным. Но я поставил на место дырки заплатку, и с тех пор все рисуют страшили именно так. Поэтому Владимирский тоже, как и ВОК, улучшил эту книгу, безусловно. Там где дырка, там заплатка. Ну и напоследок, это «Путешествие в голубой стрелы», тоже не самая знаменитая книга, но тоже нарисованная в Владимирске. Ну и вот ранняя версия к ее Дину. И совсем уж тут финал, в конце 80-х, он возвращается к своей дипломной работе, рисует заново Руслана и Людмилу. Это большая подарочная книга, но он все равно подчеркивает, что он рисовал ее для детей. Это апофеоз стиля такого насыщенного, даже в своей любвости тяжеловесного стиля Владимирского. Там тоже много полукурьезных случаев. Он, например, вспоминает, что он уже в преклонном возрасте, а вообще было время, когда Владимирский в начале нулевых считался самым старым царецким художником и российским. Он дожил ведь до 90 с лишним лет. И вот он, когда исполнилось 90, гордо написали в какой-то газете, что мы сегодня отмечаем сегодняшний день самого старшего из всех наших художников. И он уже, будучи в довольно преклонном возрасте, ходил по пляжу в пермерском лагере, изучая женскую натуру, чтобы как можно лучшим образом нарисовать людмину, чем вызвал подозрение и явное неудовольствие у пионер-вожатых, потому что какой-то весьма серьезный вид человек расхаживал и приглядывался к девушкам совсем юным. Но потом вдруг Владимирский в классе Нилы, он сказал, ну-ка, на кого должна быть похожа Людмила? Ну, конечно же, она должна была нравиться самому Пушкину. Поэтому я взял за образец Наталья Николаевна. А вот ларчик-то просто открывался. Ну вот, вот так примерно, в таком стиле были нарисованы все герои, включая Людмилу. И вы с легкостью все это обнаружите в сети. И я думаю, что даже размышления Владимирского, как в цветовом плане решать эту работу, вы тоже обнаружите. Он те картинки, которые он считал тревожными, раскрасил, подложил под них багровой, а те, которые он сам называет добрыми, он и сделал синими. И поэтому он такой важный цветовой маркер в этой книге. Вот там, где черномор, там должно быть что-то красное. Ну вот, на самом деле, с Владимирским, наверное, все. Впоследок еще несколько ранних трех толстяков, на украинском языке, кстати, и несколько форзов с картами волшебной страны и подземной страны, не рискуя больше задерживать ваше внимание на Владимирском. А вот Калиновский, совсем другой художник. Тоже будет все в разнобой. Есть сайт, правда, он очень, к сожалению, плохой, старый. Это его известная фотография Калиновского. Есть сайт, который до какого-то периода дополнялся интересными работами, там даже можно найти подготовительные рисунки к детским книжкам, они очень любопытные. Но с какого-то момента мало того, что он интересовал пополняться, так еще и захотя туда все время на какую-то страшную рекламу, спам натыкаешься, прямо-таки боязно зайти. Очень это жалко. Но если вы туда отважитесь и зайдете, вы даже найдете его автопортрет. Вообще он любил свой автопортрет вставлять в детские книжки. Если приглядеться к ним, можно увидеть лицо человека в толпе или в какой-то группе людей, чрезвенно похожего на самого художника. Он начал рисовать, как он сам говорил, с трех лет. И к этому никто особенно серьезно не относился. Но он потом пошел, выучился у Дегтярева и стал художником. Про самого Дегтярева он говорил. Это, кстати, удивительно. Все говорят про то, что Калиновский – это такой художник не для всех. Это художник, который... Все вспоминают, что он был довольно малоразговорчив. Он был довольно закрыт, о чем он постоянно сам говорил. Но, к моему удивлению и радосте, я одному же немало его собственных слов в журнале детской литературы, например. Он очень охотно делился своими методами работы, которые в корне отличаются, я думаю, от любых подходов Владимирского и которые напоминают... Говоря проще, он сам использовал это расхожее выражение, но художник-визионер. Из-за того, что он был такого склада, наверное, человек, из-за того, что, может быть, совершенно его стиль ни в чем не напоминал Дегтярева, он сам себя называет в таких рассказах блудным сыном Дегтярева. Но, как потом он сам добавляет, Дегтярев был умным человеком, и, конечно же, он не считал плохим того ученика, который не похож на себя самого. Ничего в манере Калиновского Дегтярева мы не найдем вообще. Все здесь в разнобой, но мне даже это нравится. Мы с вами пробежимся по его книгам. Мэри Поппинс. Самый ранний период. Мы здесь, может быть, увидим еще обложку одной его книги малоизвестной. Гномобиль. Там это хорошо видно, но и в Мэри Поппинс видно. Какой-то странный след такого почти журнального рисования, оттепельного, очень веселого. Калиновский потом стал довольно мрачным художником. Почему человек, который с вами беседовал перед моей лекцией, говорил, что бессмысленно сравнивать этих двух художников? Они творили, в общем-то, в одно время, по крайней мере, их книги держали в руках дети одних и тех же поколений. Но более не схожих художников найти очень трудно. Если один нарочито, веселый, кукольный, пупса, веселый, другой с каждой новой работой становится как будто все мрачнее и мрачнее. Но вот ранний период Калиновского, он довольно жизнерадостный. И он несет, как и вообще ранний застой, очень много примет оттепельного рисования. Все знаменитые его книги, они немножко разные, от этого сходишь с ума. Ну, на протяжении времени он их перерисовывал. Например, очень много своих книжек, ну, по крайней мере, несколько значимых, он перерисовал в 80-е. До 80-х годов все рисунки Калиновского черно-белые. Это еще одно, самое простое, из того, что его отличает от Владимирского. И у многих иллюстраторов детской книги и того времени. С первого его книга была сделана цветная, в середине 80-х, путешествие Гулливера. Но в 80-е он решит перерисовать в цвете, в том числе и Мэри Поппинс, и в том числе и Алису Странен Чудес. На мой взгляд, они стали другими. Я не буду делиться своим мнением. Мне все-таки больше нравится, нет, все-таки поделюсь, ранним вариантом. Но большой смелостью, вообще неправда, можно сказать, что поздние варианты хуже. Они, при том, что они цветные, это совсем не означает, что они веселые. У меня всегда выходит такое странное какое-то слово в сознании всплывает. Они очень ранимые, на самом деле, эти его поздние. Алиса в Стране Чудес и Мэри Поппинс. Слово «трогательность» совершенно не подходит, а там какая-то раненость чувствуется. Но раннее Мэри Поппинс, которое выходило дважды в самом конце 60-х, в начале 70-х, она вот такая. По-моему, они отличаются только ложкой. И отжидаемое, наверное, но я скажу, что это сравнимо с лучшими образцами западной иллюстрации того времени. Тут где-то есть совсем рисунок, который мне напоминает вообще что-то как будто английского, что-то как будто из английского журнала, тоже 60-х. И очень важно, что за образами Калиновского очень часто, несмотря на их вот эту визионерскую составляющую, они не какие-то обезличенные, за ними угадываются неизвестные нам, возможно, но конкретные герои, люди, с которыми он, возможно, был знаком. Я не знаю, но я более чем уверен, что его строгая Мэри Поппинс, она как-то просто свирепая, она срисована с какой-то конкретной женщиной. Про Алису своему прямо говорил, что он срисовал ее с соседской девочке. Но про Алису он чуть подробнее поговорил, когда до Алиса говорила. Она, здесь отхождение от текста, хотя текст там был тоже в пересказе Захадера, и, скорее всего, я просто не помню его на память, он, текст-то Захадеровский, скорее всего, это не строго какая-нибудь, по-моему, был Треверс. Но вообще, когда я читал в детстве Мэри Поппинс, у меня не было ощущения, что она вот такая, какая-то страстная в своем гневе. Она вообще при этом впечатлении всегда отстраненной, холодной такой гувернантки. Но у Калиновского, конечно же, она просто, иногда думаешь, она сейчас впадет в ярость и с этими детьми что-нибудь произойдет. Глядя просто на нее офигенно. Ну, посмотрите, как здесь и композиционная, и вообще перспективная, если можно так произвести, решена, но решена эта сцена танца. Это все сплетение рук. Фамилии я вам не назову, но правда, я просто потом, когда специально готовлюсь, не мысломые лекции, где я буду сравнивать наши рисунки с зарубежными, мне это очень, ну, не знаю, самая банальная, как называется, желтая лодка, подробная, там тоже примерно так все. И год тот же самый, прямо без отставания. Так, очень много у нас уже Алиса в ТО, Алиса в ТОНИЧУДЕС, Мэри Попперс, и к тому же все у меня застыло. Ага. Поэтому быстро заканчиваем, я думаю, что вы вполне сможете без меня посмотреть все эти иллюстрации. Что же у нас следующее для меня самого это загадка. Алиса в Зазеркалье, давайте переходим к теме Алисы. Алису он рисует важно в 74-м году, ну, так вот, прямо планомерно. Потом он перерисовывает в конце 80-х для нового издания, но она и формата меньше, и вообще эта перерисовка не так знаменита. Алиса есть в Зазеркалье, и Алиса есть в Стране Чудес. 74-го года Алиса в Стране Чудес, и вот мы с вами сейчас смотрим более позднее, 80-го, Алису в Зазеркалье. Это книга, про которую он очень любил рассказывать на ее примере, объясняя свой творческий метод. Можно предположить, что этот творческий метод применялся им и в случае с некоторыми другими книгами. Рассказывал что-то невероятное. Когда читаешь эти рассказы, улетает вдаль вообще весь Советский Союз. Вот все, о чем я рассказал в самом начале, какая-то идеология, какие-то там издательские планы, такое ощущение, что художник живет в некоем безвременении, где должен жить художник. Калиновский рассказывал, что он не любит конструировать изображение. И все это он в полной мере осознал, когда приступил к работе над Алисами. Вот этот конструктивный подход к изображению, когда продумывается, как именно изобразить, как что-то расположить, ему не нравится. Это вторично. Он прямо говорит, технический уровень художников сейчас достаточно высок. Этого много, пишет он, но этого уже очень мало. Для меня самое главное рождение образа, работа того, что принято называть подсознанием. Я работал в Алисе, в Зазеркалье, говорит он, полтора года. Год я не брал карандаша в руки. Ситуация, кстати, если сравнивать сегодняшнее время, который тоже застой, совершенно невообразимая для художника книги, как это ты полтора года работал на книгу и год ты не брал в руки ни карандаша, ни кисточки. На что же ты тогда жил? Вот он работал полтора года, год он обдумывал и рождал эти образы из-под сознания. Как он их рождал? Я заклеиваю не только стены в мастерской, говорит Алиновский, но и окна. Я должен полностью, а тут бац, картинка израиль, Алиса 1974 года в Стране чудес. Я должен полностью отгородиться от внешнего мира, от всех контактов. Я должен переродиться. Когда я берусь за новую книгу, я должен стать новым человеком. Каждая новая книга это новый ты. И я нахожусь и рождаю образы, он еще сравнил этот, по-моему, с земляникой или каким-то корнекотом, в общем, что когда вот то, что та часть, которую я под землей, она довольно обширная, а наверху не очень много. И вот эта подготовительная работа, когда образы всплывают или наоборот погружаются в подсознание, она очень длинная и она занимает очень много времени. А в итоге рождается то, что рождается. Вдруг подсознание прямо говорит ему вот теперь то, этот образ правильный и он рисует необходимую ему Алису, которая может оказаться соседской девочкой. или он рисует вот эту новую Алису уже в зазеркалье. Для Алисы в зазеркалье использовалась техника глубокой печати, потому что передать все эти, ну, не знаю, только градусы черного цвета можно было только при помощи этой печати. Все-таки до таких изысков при ранней Алисе 70-го года не доходили. Там он просто использовал похожий шрифт. Но здесь он говорит в зазеркале не трехмерный, а там он прямо не без гордости говорит, я использовал трехмерный шрифт. А потом он пишет, почему еще эти художники хороши, чтобы их сталкивать, потому что детское не детское. Он пишет, мне часто говорят, с Владимирским таких вопросов не возникает. Мне нередко говорят, пишут, что для детей это все слишком сложно. Но я знаю, что дети это исследователи, им нравится решать задачи. И судя по письмам, моя Алиса в целом детям понравилось. Это приятно, пишет он. Но можно порадоваться, потому что, учитывая, как над этими картинками художник работал, я думаю, что он прожил просто там не одну жизнь. И если что-то из этого воспринимается ребенком, вот эти картинки такого типа прямо сравнивают в детской литературе с отчеством, конечно же, пешек. Если это ухватывается еще ребенком, то это замечательно. Это та сцена, с которой мы начали наш сегодняшний разговор, только мультипликационная, а тут она сделана Калиновским. Важно, Алисы отличаются здесь, его это не очень сильно волновало. Ну, конечно, не радикально, но в принципе это не одна и та же девочка, которая перешла из книжек в книжку. Это какие-то немного разные девочки. Она во второй книжке, кстати, может быть, просто повзрослела. Может быть, она уже там подросток. Но это мы уже с вами видели, и все это вы посмотрите в интернете. Кажется, на память почти все рассказал, что меня самого поразило в рассказах Калиновского о его работе Мадалисы. Ну, Шалтай-Балтай тоже явно не детский. Его, кстати, там немало в этом зазеркании. Кажется, этот образ тревожил Калиновского. Да, это тро-ля-ля и тро-ля-ля. Кстати, пересказала в зазеркале тот же самый Орел, который написал Владимир Орел, который написал вот это предназначение к читателю стихов Жака Барривера, который иллюстрировал Барсуну. Тоже, чтобы мы не забыли, что мы все-таки в одном примерно времени находимся об этом упоминании. Но вот это уже Алиса в «Стране чудес». Я думал над этой картинкой и возвращаясь к тому началу своего рассказа, часто говорят о том, что мне нравится, все-таки все мы в этом смысле люди, мне все-таки нравится использовать иногда метафоры и видеть метафорическое подтверждение каких-то собственных мыслей в том, что я разглядываю. Говорят иногда, что работа иллюстратора детской книги в советское время, в позднее советское время было убежище. Но я, опять-таки, ломал, ломал свою моб. Это очень хорошая формулировка. Когда мы говорим «убежище», сразу возникает целый ассоциативный ответ. Убежище, вот они какие-то прячутся в какую-то пещеру и там рисуют то ли из-под палки, то ли, чтобы просто с хлеба на кос перебиться, какие-то детские книжки. Но это неправильно. Конечно же, я, на мой взгляд, конечно же, я практически убежден, что вот этот странный парадокс времени, когда оно существовало не без участия другого и совсем привлекательного для нас, без всего этого официоза, оно здесь все-таки лучше выражается. Поэтому это не убежище. Это скорее вот эта монолитная стена идеологии, и формализованного такого функционерства, которое все... И в нем вдруг какая-то дверка или окошко, в которую видна совершенно невообразимая страна. Но печаль этого парадокса в том, что когда обрушивается эта стена, она, собственно, обрушилась, исчезают эти окошки. Вот такая метафа у меня родилась, когда я разглядывал Алису в стране чуть из 1974 года. Она вот такая, все-таки чуть более жизнерадостная, не такая сложная, мрачная в каких-то своих частях, как Алису в Зазеркалье, более позднее. Но она очень изысканная наставе просто. Видно, что художник, который рассуждал о том, что мастерство художника сейчас стоит вообще на высоте, и это не самое важное, в общем-то, этим мастерством владел. А не просто отговаривался, я гляжу в своей мастерской, ни с кем не общаюсь, с заклеенными окнами, и для меня само искусство художническое не так уж и важно. И здесь встречаются отголоски вот этого журнального стиля, когда он размещает реплики, а там еще заходы оставляют реплики на полях книжки, вот он их разместил на этих полях, всегда с какими-то рожицами, эти поля тоже художественно очень интересно решены. Ну, все это очень знаменито. А вот та книга, которую скорее всего я не знаю, ту ли я или не ту, но он мог книгу шевырнуть об стенку, когда ему в 90-е годы принесли вот такую, извините, книжку с таким вот опоррением и версткой и всем. А внутри-то картинки вот такие, да? Этот человек, который прошел через горнил и сейчас некоторые ровные говорят советского понимания, что, как делается книга, ее-то делали художники такие, как он, и оформители такие, как он, в общем, прекрасно понимал, что к чему. А вот это внезапно совсем ранее сделан из Деодора вон его Винни-Бух. Я не очень твердо знаю, поправьте меня, может быть, вы помните, это лучше меня помнить, все-таки цветные вклики делал Деодоров, а черно-белые рисунки делал Калиновский. Это такой пример совместной работы. Деодоров очень любит вспоминать, что они вместе работали, дружили, делали эту книгу, но в сущности это один из самых ярких примеров совместной работы. Они сделали еще, но немного, потом их пути разожлись. Этот в 65-м году нарисованный Винни-Бух даже был переиздан в 67-м году нигде-нибудь в Америке. Но злые языки, или глаза усмотрят здесь закономерность, этот Винни-Бух вообще-то похож на английского Винни-Буха. Это тот самый английский медвежонок пух, а не наш какой-то там Хитоповский, вот эта тоже коллекса белая, еще толстая, веселая. Поэтому, конечно же, заграничному читателю это было ближе и понятнее. Но сейчас здесь будут черно-белые иллюстрации, они будут такие. Но это уж точно Хитоповский делал без затеи. Так, я вас уже довольно долго мучу. Так хотел, чтобы сегодня я быстренько за час все рассказал. А вот на тебе. Быстро смотрим поздние обложки вот этих переизданий «Алиса в стране чудес». Опс! Видите, не так все просто. «Алиса в стране чудес» и вот Мэри Поппинс, это вот его цветной период восьмидесятых. Тот самый, про который я говорил, что он раненый, но вот здесь какой-то он довольно задорный получился. Это «Гном-обив». Давайте приглядимся к этой редкой книжке. Вот здесь очень хорошо видно. Это такое журнальное, такое европейское рисование. Ну, книжка-то американская, что ж ее не оформить, как забытные образцы. Это первая его цветная книжка. Я не буду о ней рассказывать. Он тоже очень подробно и вдумчиво, как он всегда делался, с использованием разнообразнейших, умнейших слов, фигуративность из них не самая еще умная, осмысляет свою работу, в том числе на этой книге, в «Альманахии», как он называется, «Мир искусств», что вы здесь можете прочитать. «Панорама искусств», выпуск номер восемь, прочитайте там, о работе Леновского, все, что она пересказывала об Алисе, в том числе еще о Голливейном, он там обсуждает. Как изображать «Стенний депутов», пишет он там, с костюмом, как быть, помещать в какую-то историческую эпоху костюм, или сделать его максимально стердым, вне эпох. Это люди вообще трусливые или нет? Они же маленькие, они должны бояться, да вроде бы нет, они же этого Громина не испугались. В общем, все это он детально обдумывал на протяжении долгого-долгого периода. А вот это вот, да, это тоже из этой книги. Ну, практически. Тридцатый, или какая-то американская живопись с изображением этих сельских жителей возникает в планете. Поэтому не буду подробно останавливаться. Ранее книжка «Волшебные сказки Японии Семенника под снегом» недавно была переиздана. Показывает, если не детальное знакомство, то, во всяком случае, чувствование японского подхода к изображению. Ну, как мне думается. Мне нравится тогда. И работа, которую он сам считал лучшей, уже поздняя, это «Мастер Маргарита». За все эти книги он получал разные премии. За эту книгу он тоже уже в 21 веке получил премию. Можно к ней по-разному относиться, но, безусловно, в ней видно и мастерство. И мне думается, что вот какие-то моменты, по крайней мере, у меня возникает чувство этой клаустрофобии. Я, начитавшись всего, что говорил Калиновский, мне кажется, в каких-то моментах почувствовал, ну вот, например, это замкнутое пространство, так и хочется еще окно заклеить. И будет полностью, наверное, его мастерская, где он изолировался от внешнего мира для того, чтобы быть, как он сам себя называл, художником-физионером. Или он еще говорит, «Мой путь вообще в искусстве давний и уважаемый». Так, например, работали иконописцы, я думаю. Ну, и сказки дядюшки Ильинуса напоследок. Это Калиновский в 70-е, в первой половине, рисует довольно же нерадостные книжки. А вот эта книжка его сбила с толку, как он сам признается. Я вробел, я не знал, как ее иллюстрировать. И люди, которые берут в руки эту книжку, могут обманываться, потому что здесь обложка сделана в таких цветочках. Можно подумать, что это какой-нибудь... В таких цветах ярких, нерадостных. Можно подумать, что это какой-нибудь... Вот он там иллюстрировал, например, Успенского про крокодилоген. Там прям такие же цвета. И мы думаем, сейчас мы раскроем эту книжку, а там внутри будут такие же прикольные, веселые персонажи. Да ничего, и лягушки тоже нас... А внутри-то уже... Мне думать, я прямо сейчас решил, может быть, эта книга для него была каким-то рубежом. Он сказал мне, редактор в издательстве, не хотите попробовать сказки дядюшки Римуса? Я взял в руки книгу и прочитал. А жена заклеила мне рисунки, которые там были. Я ужаснулся, какая же это сказка, это про нашу жизнь, где каждый выживает, как может. И этот кролик здесь совсем не какой-то безобидный, ему палец в рот не клади. Он так и пишет, это очень очаровательно, что у меня лис, это такой техасский парень, но и кролик, это персонаж, который расправится с тобой во счетах, потому что это про тот мир, который похож на наш, где каждый выживает, как может. Он говорит, братцу, опоссуму, давай-ка прыгни через костер. Ничего себе, пишет Калиновский, кролик-то с легкостью прыгнет через костер, а опоссуму-то какого. Это настоящий кунтовской роман, говорит Калиновский, поэтому он пишет о том, что он хотел добиться средствами графики, эффекта масляной живописи, сделать эти картинки максимально недетскими, поэтому там разбрызгивал какой-то состав, процарапывал бритвы в отдельных местах, а потом еще заливал это все краской, чтобы добиться вот такого, ну, это даже не фактура, это текстура. Давайте я воспользуюсь этим умным словом. Ну и прочитав все это, и у уши у кролика специально я сделал короче, мне редакторы говорят, сообщает Калиновский, пойди в зоопарк кроликов по рисунку. А зачем мне рисовать кроликов, пишет Овен, это же не какие-то зверушки, там про кролика в сказке прямо сказано, что он даже руки в карман засунул, это же люди, сущности, поэтому я и уши сделал у кролика своего, не как у кролика, они у него бы свисали и были длинными, а у него они всегда на макушке, потому что он по всему готов. А сказки эти, я сейчас употреблю слова, которые сейчас, из которых сейчас могут заругать, это же сказки старого небра, рассказывает Калиновский. И в них видны следы африканского фольклора, в котором наш мир держится на добре, а двигается вперед злом. В общем, начитавшись всего этого, смотришь на эту детскую книгу совершенно иначе. И, возможно, это был для него действительно какая-то граница, середина 70-х, после которой он стал не тем Калиновским, который нарисовал Алису в Стране чудес, а тем Калиновским, который нарисовал Алису в Зазеркалье. А ну, вот, смотрите, по-моему, совершенно замечательные ребята. Вот сейчас они так расслабились, но через мгновение все возможно будет иначе. Кто-то кого-то опять будет преследовать. Ну, слушайте, не имею, да, вот так, так и так, и так. И теперь, по-моему, очень хорошо получается, потому что только что мы с вами поговорили, славами Калиновского, про нашу жизнь, да, это последняя картинка, которая двигается злом, спасается добро. И напоследок я вам подготовил настоящий подарок. Вы с вами посмотрели очень много прекрасных детских книг, но я специально подготовил для вас сюрприз, потому что я всегда, когда смотрю этот ролик, я был просто, я не знаю, я был, очень смутные чувства, неопределимые, я испытывал, когда я его нашел в интернете, он легко находится. И для меня этот ролик, когда я его смотрю полностью, я вам покажу отрывок, я никак не могу верифицировать свои собственные чувства, я могу их назвать только каким-то очень сложным переживанием. Возможно, вы будете испытывать, или вы испытываете, когда вы часто смотрите этот ролик, может быть, этим занимаетесь тоже, гораздо более прямые, искренние и дискринестные чувства, но у меня они сложные. И для меня это время, как я уже тысячу раз сегодня сказал, сложное и парадоксальное. Ну, наконец-то, давайте посмотрим, если мне получится. Ну-ка. Как только от текста, оттягивайте немножко так, повыше взгляд пронять против вас. Можно наночь, она? Можно. поздравляю всех вас с Новым Годом. Организация Объединенных Маттей, которая объединяет почти всех государств земли, решила провозгласить его вводом ребенком. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети, это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на деле лучше и счастливее. Ну вот, на этом все. А мы с вами в этом будущем живем, правда? На лучшем счастливее. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok